Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы с вами гуляем по Казани. И в Казани я оказалась в самом начале ноября. Город встретил меня совсем недружелюбно, сильным ветром, снегом, морозом. Он забирался за воротник и трепал мое лицо, а я отчаянно пряталась в меха, стараясь при этом не упустить все красоты нового для меня места и города. Все первые экскурсии пришлись на вечер. Времени было критически мало, но город прекрасно подсвечен, поэтому он приобрел для меня свой особый колорит. Больше всего в новых для меня местах притягивает архитектура. Она для меня застывшее движение, мысль, которая получила форму. И Казань теперь прочно будет у меня ассоциироваться с пряничным домиком, начиная с создания Казанского вокзала и до острова Свияжск. Думаю, что такой колорит получился из-за смешения не только времен и стилей. Старый город и новый город, готика и новые тенденции. Стилевая свобода в градостроительстве в Татарстане очень поощряется, но и из-за смешения двух культур – восточный и западный. Высокие шпили и стрельчатые ажурные арки, напоминающие покои восточных правителей, встречаются тут на каждом шагу. Даже в качестве декоративного принта на стенах подземного перехода. И то, как они вписаны в европейские формы, задачи, а порой в совершенно современные материалы, достойно удивления. Пряничный домик, сказочный дворец, дворец принцессы – это те слова, которые мне приходили на ум чаще всего. К слову сказать, и самый настоящий дворец тоже удалось найти. Им оказался детский кукольный театр. Большинство зданий многоярусны, словно имеют несколько слоев, и нижний слой, как правило, окрашен в темные тона, а верхний – в более светлый, с белым декором, который выглядит как отделка кружевом. У некоторых домов совершенно необычная кирпичная кладка. Кирпич маленький, нежных оттенков, поэтому дома выглядят легкими, ажурными и почти невесомыми. Глаз от них оторвать было практически невозможно. Если вам кто-то предложит встретиться напротив Кремля, подумайте о нем плохо, потому что это не хорошая шутка. Кремль большой. Нет, он очень большой. И лично мне пришлось обходить его около получаса, а фраза, которая показалась мне очевидной, оказалась большим подвохом. Как можно назначать встречу против чего-то круглого? Тут нужен компас и карта, иначе можно заблудиться. Казанский Кремль уникален тем, что на достаточно небольшой площади, масштабах города, конечно, собрано большое количество зданий и построек, которые относятся не только к разным эпохам, но и к совершенно разным культурам. Вообще, в Казани видеть на одной стороне улицы мечеть и на другой православный храм – обычное дело. В Кремле мы увидим то же самое, но и современные здания соседствуют вполне спокойно с древними крепостными башнями. На территории Казанского Кремля умещается 13 башен, дворцовая церковь, мечеть Кул-Шариф, президентский дворец, Спасо-Преапраженский монастырь, юнкерское училище и даже пушечный двор, на котором во время войны с Наполеоном изготавливали и ремонтировали пушки. Все здания тесно жмутся друг к другу. Стены монастыря упираются в башню Сюембике, загадочную постройку, дата возведения которой затерялась в веках и которая падает и все никак не может упасть. Отклонение башни от вертикальной оси составляет около двух метров. По одной из легенд, башня была построена царицей Сюембике в память своего мужа Сафа Гирея, умершего в 1549 году. По другой легенде она была сооружена по приказу Ивану Грозного за семь дней, символизирующих семью ярусов, после взятия Казани в 1552 году по условию просьбы царица Сюембике, которая сбросила с седьмого яруса, потому что царь категорически настаивал на женитьбе. Как однажды спел об этом Борис Борисович Гребенщиков, дело было в Казани, дело кончилось плохо. Стены и башни Кремля относятся к каменному зодчеству 16-17 веков, они выполнены в традиционном для России архитектурном стиле. К этому моменту ханских построек в Казани практически не осталось, мало что напоминало, что когда-то здесь было Казанское ханство. В настоящее время Казанский Кремль занесен в список особо охраняемых объектов ЮНЕСКО, о чем нас с вами извещает специальная эмблема над одной из центральных арок. Когда я брожу вдоль таких крепостных стен, мне очень трудно поверить, что когда-то тут жили люди. Дамы в длинных платьях и на многослойных юбках, солдаты на карауле, священники, все они сновали по этим коридорам, куда-то спешили, выполняя свои будничные дела. Это кажется таким нереальным, и тем удивительнее возможность прикоснуться к такой таинственной памяти прошлого. Перемирие культур, пересечение эпох здесь видно так явно, что хочется верить, что она вообще и в принципе возможна везде, а не только в Казани. Мечеть Кул-Шариф – одно из самых красивых архитектурных чудес Казани. Невесомая, устремленная ввысь, в своем невероятном сочетании белого и голубого, она смотрится как еще одно чудо света на территории Казанского Кремля. В мусульманской религии запрещено изображение животных, птиц и других существ, поэтому строгий вид мечети украшают только геометрические узоры, которые делают ее похожей на небесное кружево, воспарившее в воздухе. Строительство храма было начато в 1996 году как воссоздание легендарной многоминоретной мечети столицы Казанского ханства, центра религиозного просвещения и развития наук Среднего Поволжья XVI столетия. Мечеть была разрушена в октябре 1552 года во время штурма Казани войсками Ивана Грозного. Купол декорирован формами, ассоциирующимися с образом и декоративными деталями казанской шапки, по одной из версий, короны казанских ханов, увезенной в Москву после падения Казани и выставленной ныне в оружейной палате, по приказу Ивана Грозного после взятия Казани, чтобы прощить титул казанского царя. Высота каждого из четырех основных миноретов 58 метров. Это фантастически красивое здание. Строительство мечети обошлось в 500 миллионов рублей и в основном велось на пожертвования. Участие в пожертвованиях приняло более 40 тысяч горожан и организаций. Открытие мечети состоялось 24 июня 2005 года, к тысячелетнему юбилею Казани. Внутри мечети, справа и слева по отношению к главному залу, есть два красивых смотровых балкона для экскурсий. А еще в мечети есть комната для проведения торжественного свадебного обряда – никаха. Лично меня поразили и сама форма мечети, ее архитектурное решение. Необычно, неожиданно и очень красиво. Казань ночная – это совершенно невероятное зрелище. Начиная от практически театральных площадей, различных заведений, где можно приобщиться к современному и не очень искусству, до присутственных и официальных зданий, все горит и сверкает разноцветными огнями. Я боюсь обидеть своим невниманием родной Питер, но большинство наших зданий подсвечены по козырьку и линейно по уровням этажей. Здесь же весь фасад торжественно сияет. Банки практически не отстают от присутственных зданий, отличает их, пожалуй, наличие флагов и размеры и монументальность конструкций. В последних – больше наследия советской эпохи. Куда бы вы ни шли, если на небе темно, поворачивайте на набережную. Там ярко, до боли в глазах, праздничная играет музыка. На всем протяжении набережной устроена уютная пешеходная зона с деревянными скамейками в виде диванчиков, яркой иллюминацией и музыкой, как вообще совершенно другой мир. В декабре здесь заливают каток, наверное, самый длинный каток из всех, которые только можно придумать, потому что он тянется вдоль всего берега реки Казанки. Длиннее будет, если только залить его на верхушке Великой Китайской стены. Уникальность казанской иллюминации в том, что некоторые здания только ночью обретают свою неповторимую красоту. Настолько невероятна и их форма, и идеи, которые реализовывал архитектор. Например, дворец земледельцев с монументальным деревом в центре архитектурной композиции, подсвеченным изумрудно-зеленым цветом. В здании располагается Министерство сельского хозяйства и продовольствия и Главное управление ветеринарией Республики Татарстан. В общем, в его ведомстве все живое, что растет и плодится. Здание на несколько этажей уходит под землю, чтобы не быть выше Казанского Кремля. Сам же Кремль в ночи словно плывет в воздухе, в облаке огней. Все эти интересности разбросаны по всему городу, но, конечно, в центре их больше всего. Чтобы успеть посмотреть все за пару часов, я рекомендую вам взять автобусную экскурсию. И расскажут, и покажут. Я бы сама, например, никогда не догадалась, что невероятное по своей форме сооружение в виде огромного котла является дворцом бракосочетания, центром семьи и называется Казан в честь реки Казанки и самого города. Его постоянно мигающая подсветка создает полное ощущение трепещущего на ветру огня, который подогревает этот великолепный котел. Обязательно посетите новое спортивное сооружение, которое Казани экстренно пришлось строить к универсиаде 2013 года, огромному спортивному празднику, собравшему спортсменов-студентов из 160 стран. Во многом, такой великолепный вид Казани и ее благоустройство обязаны именно этой необходимости – обескечить максимально комфортные условия для ее проведения и соответствовать требованиям контролирующих организаций. Стадионы, дворцы спорта, подразличные спортивные направления, общежития – целый комплекс этих зданий вырос буквально на глазах горожан. Центральные улицы Казани полны зимнего волшебства. Снега здесь уже в ноябре много, он сыпет и сыпет огромными снежинками. Фонари в совершенно классическом стиле окунают во времена начала 20 века, а может быть и в более древнюю эпоху. В городе очень много зданий с историей, поэтому получается путешествие не только в пространстве, но еще и во времени. Особого упоминания стоит улица Бауманская – пешеходная улица, которая очень красиво украшена и загорается яркой иллюминацией, когда на улице темнеет. Обязательно пройдитесь по ней, почешите пузо огромному черному ленивому коту, который вальяжно разлегся посреди улицы. Уверена, у его появления здесь есть какая-то невероятная история, но мне она, к сожалению, осталась неизвестной. Сфотографируйтесь в роскошной чугунной карете и загляните хотя бы в несколько местных лавок и магазинчиков. Прогулявшись по Бауманской, загляните на местную Казанскую Рублевку, аналог одноименной улицы в Москве. По-другому ее еще называют поселком нефтяников. Я бродила по этому поселку с исключительно архитектурным интересом, есть там очень затейливые строения, а есть и просто большие непродуманные здания. Школа в этом районе тоже своя, анонсируется как международная. Такое вот зримое имущественное расслоение. Казань при всей своей пропитанности духом двумя мировых религий очень мифологично. Везде, где вы будете ходить, вас встретят весьма диковинные животные и звери. Во-первых, это драконы, во-вторых, крылатые змеи и в-третьих, крылатые барсы. И у дворца семьи есть по паре каждого, причем они разного пола. Такой же колоритный змей венчает центральную станцию метро Кремлевскую. История этого края настолько связана с этой фигурой, крылатым змеем, которого звали Зеланд, что невольно думается, а может и правда когда-то жили драконы на земле, а потом пришел Георгий, которого назвали победоносцем и их порубил всех. Что мы видим на иконе, которая ему посвящена. На старых русских лубочных картинках это тоже достаточно распространенный мотив, да и наш змей Горыныч тоже откуда-то появился. Это странно и непостижимо, но я оказываюсь в Казани 4 ноября, в день иконы Казанской Божией Матери, поэтому спохватившись, тороплюсь в крестовоздвиженский храм Казанского Богородицкого монастыря, несмотря на промокшие ноги и усталость. По преданию, 12-летней девочке Марфе, дочери сотника Анучина, трижды являлась во сне Пресвятая Богородица, повелевая идти на городское пепелище и обрести ее образ. Девочка рассказала матери, а та сообщила о видении архиепископу Казанскому Иеремии, который благословил духовенство участвовать в поисках иконы. 8 июня 1579 года девочка Марфа обнаружила икону Богородицы на месте сгоревшего дома. До начала 20 века с иконы было сделано большое количество копий, списков, которые разбрелись по всей России. Наиболее известная и почитаемые копии сейчас хранятся в Витебске, Петербурге, Вязниках, Тобольске, Тамбове. Известны также Нижнеломовская, Тобольская, Тамбовская, Высочиновская и Вышинская иконы.